Международная миссия «Благая весть» при содействии Центра Объединения Христианских Евангельских Церквей Украины провела открытый всеукраинский форум христианских лидеров «Один Господь, одна вера, одно крещение». На форум приехали пасторы, епископы, евангелисты и служители из разных церквей Украины, Европы и Южной Кореи. Его цель – общение служителей, которые проповедуют Евангелие по всему миру, реализация общей деятельности между миссиями и церквями разных динаминаций ради Евангелия. Обстановка здесь, мероприятие очень важное для молодежи, потому что у молодежи мало опыта насчет служения. И очень важно иметь опыт, а особенно общаться с людьми, которые имеют этот опыт. Вот здесь мы имеем такую возможность пообщаться насчет служения с другими пасторами и с лидерами молодежи, как они строят свои служения, как церкви развиваются, как молодежь развивается. И это очень хорошо строит молодое поколение и вообще укрепляет человека, укрепляет верующего. Очень интересно услышать опыт людей, которые приехали к нам из другой страны. Это Южная Корея, очень интересно. И знаете, очень по-другому немножко и открывается само понимание даже Писания, как вот они с другой стороны смотрят, как они это все видят. И очень важно, что они с нами этим делятся. Что мне больше всего понравилось, это тема религиозности. О том, что часто мы слышим свод каких-то законов и правил, но мы живем не в ветхозаветное время, где во голове всего стоял закон. Мы живем в эпоху Нового Завета, а эпоха Нового Завета – это эпоха благодати. И вот на этой конференции здесь вот она преподносится немножко по-свежему, немножко по-новому. Во-первых, атмосфера очень хорошая, очень хорошая, высокая организация. Очень много направлений для работы с каждой категорией служителей, детей и так далее, и так далее. Очень интересно именно с практического и теологического плана, простота изложения. Даже есть некоторые интриги, как, что будет дальше. Поэтому ожидаем развития. Духовная жизнь – это есть радость. Это есть счастье. Поэтому через этот форум наш, чтобы многие служители могли попробовать силу Креста Иисуса Христа. Я очень желаю, чтобы через этот форум многие люди могли получить свободу от греха и стали свободными. Всеукраинский форум христианских лидеров направлен на распространение Евангелия, Благой Вести о прощении грехов по всему миру. Спикер форума, основатель миссии «Благая Весть» пастор Оксупак обучил, рукоположил на служение и отправил более тысячи миссионеров в 88 стран мира. В своем слове служитель говорил о истине и прощении грехов. Не все верующие могут до конца осознать силу прощения. Это Иисус, который умер на кресте. Наша вера и Слово Божье. В прошлом году 24 тысячи человек услышали это слово и их жизни стали меняться с этого момента. Если посмотреть 1 глава 9 стих, если мы исповедуемся о наших грехах, то Он просит наши грехи, и написано «Освободить нас от всякой неправды». Там есть то, что мы должны сделать, есть то, что должен Бог сделать. Мы должны исповедовать наши грехи, понять, что мы грешники. И когда мы это поняли, что мы грешники, это наше дело. А то, что Бог делает, Он нас очищает, делает нас святыми. Да, Он благий, добрый, и поэтому очищает все наши грехи и делает нас чистыми. Когда мы верим в это слово, мы должны верить, что мы стали чистыми. Но люди почему-то исповедуются, каются о своих грехах. Но многие люди не находят до того места, где они стали чистыми. Люди говорят, если мы исповедуемся, Бог просит наши грехи. Но не так много людей, которые получили прощение грехов. Я долго ходил в церковь. Но я не научился получать прощение грехов. Каждый день я плакал грехам. Но однажды, когда я прочитал Библию, Библия точно говорит, что Он добрый. И Он просил наши грехи. Освобождает нас от всякой неправды. Через общение, взаимоподдержку, обмен опытом в проповедовании Евангелия. На форуме христианских лидеров множество служителей получили новую силу для служения Богу, которая приведет к развитию церкви и спасению множества людей. Все участники форума получили возможность принять участие в международном форуме христианских лидеров, который пройдет летом в Южной Корее. Специально для первого христианского телеканала СНЛ Анаита Габабова, Киев, Украина.